Как только в нашем эфире появляется клип Араша, сразу в нашу студию приходит Екатерина Михейцева, видимо, поклонница исполнителя. Доброе утро! Доброе утро! Екатерина Михейцева, наш частый гость, кто не знает, напомню, старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства. Екатерина, я знаю, что вы к нам пришли с хорошими новостями, с интересной информацией, давайте делитесь с нами. Очень интересно. Сначала о том, что было. О том, что было, о том, что будет и чем сердце успокоит. Чем сердце успокоит? Успокоит сердце всегда можно искусством. Искусства в Одессе много. Ну а было буквально вчера, состоялись празднования по случаю Международного дня музеев, которое стало уже таким активным мировым трендом празднования Дней музеев в Одессе. Ну, основные празднования у нас прошли в субботу. Мы решили объединить Дни Европы, которые проходили по всей Украине празднования. И вот, собственно, День музеев. Как отметили? Отметили масштабно и очень разнообразно. У нас были музыкальные коллективы, у нас были хоровые капеллы, которые исполняли хиты прошлых столетий известных композиторов. Плюс у нас было трио бандуристов, которые очень красиво пели, очень душевно исполняли народные этнические мотивы. Ну и самое большое масштабное событие у нас прошло открытие выставки почетных консулов, генеральных консулов, аккредитованных в Одессе. Здорово. Расскажите поподробнее, что это за выставка, что там представлено? Ну, вот консулы попробовали себя впервые, большинство из них впервые в жизни попробовали себя в качестве художников. Это творчество консулов. Да, их собственные картины. И как потенциал у консулов? Потенциал у консулов большой, особенно благодаря руководству и кураторству художника, профессионального художника, который обладает определенной методикой быстрого обучения живописи. То есть в течение 4-6 часов за один мастер-класс вы можете написать картину. Настоящую картину. Нарисовать собачку. У всех есть шанс. Собачка. Или человечка. И даже игуану. Даже игуану. Здорово. Но самое интересное, что они вдохновлялись работами украинских художников, современных. То есть художников 20-го века и 21-го, начала 21-го столетия. Сначала их вдохновляли, а потом они уже... Они вдохновились, прониклись работой, и вот по мотивам их творчества они создали свои произведения. Что еще интересно? На самом деле очень интересно. Это очень смелый поступок для людей, которые в принципе никак не связаны с искусством, связаны с политической, дипломатической сферой жизни. Что еще интересного было на данной выставке? На данной выставке. Ну, собственно, сами работы. Очень большое, помпезное, красивое такое торжественное открытие прошло. Сами консулы присутствовали, получили дипломы, настоящие музейные сертификаты о том, что они участвовали вот в такой вот выставке. И, возможно, она поедет дальше по Украине путешествовать. Здорово. А вот мы знаем о том, что в скором будущем у вас будет представлена новая выставка, новые мероприятия. Какие именно? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, в ближайшее время у нас планируется очень-очень много всего. Да, кстати, про субботу забыла сказать. По порядку. Я буду очень стараться, потому что очень много всего происходит. В субботу мы запустили для наших гостей, для посетителей музея бесплатный интернет, беспроводной Wi-Fi. То есть мы можем прийти в музей и пользоваться интернетом. Плюс к этому под многими произведениями находятся QR-коды, которые мы можем считать и получить визуальную, текстовую информацию о произведении, которое вас интересует. Здорово. То есть впереди планеты все информатизируются. Мы стараемся быть как-то интересны для молодежи. Им очень многим нравится работать с гаджетами, с планшетами, а не с бумагой. Ну, были уже пользователи, которые... Были. Да, да. Уже приходили, уже... На самом деле, как-то у нас не получилось быстро это анонсировать, и поэтому для многих это был сюрприз. Приятный сюрприз. Так, теперь расскажите, что же ожидается. Я знаю, у вас в скором времени пройдет выставка Александра Ройтбурда. О, да. Расскажи. О, да. Об этом стоит поговорить. У нас будет выставка Александра Ройтбурда, художника, которого, наверное, отдельными какими-то словами для одесситов не стоит представлять. Все его хорошо знают, все о нем очень много наслышаны. Но выставка проходит в рамках большого фестиваля Одесса Классикс. Фестиваль классической музыки. И вот такой вот противовес, такой некий в нашем музее, в нашем черном зале, который вам очень нравится, который вы так оценили, будут проходить выставка эпатажного Ройтбурда. Что будет представлено на выставке? Какие-то новые работы он готовит специально для нее? Его последние работы, последних нескольких лет, он очень активно, много и плодотворно работал. Везется много с Киевой, с галереей Дымчука, из частной коллекции в Одессе. Поэтому будет на что посмотреть, тем более в таком таинственном помещении. Плюс через несколько дней после открытия состоится творческая встреча с Александром Ройтбурдом, с режиссером Троицким, который тоже широко известен в Украине как лидер театрального проекта Даха Браха. И плюс будет много кураторов, будет много культурологов с Европы, с европейских стран, с которыми можно будет встретиться и пообщаться, задать интересующий вас вопрос. Уже известна точная дата? 14 число. Да, 14 число. Обо всех изменениях, обо всех новостях вы можете по нашему сайту, смотреть, в Facebook, ВКонтакте. Мы везде, мы везде, мы везде информируем дорогих наших гостей. Здорово. Скажите, а вот с приходом лета, скажем так, активизировались ли одесситы? Посещают ли они музей? Безусловно, конечно. Зима как-то людей заковывает в теплое одеяло, больше сидят дома. А вот сейчас уже весна, сейчас много людей приходит в музей. И что для меня очень радостно, приходит очень много молодежи, вот парочками. Как-то раньше много автобусов, вот приезжало туристы. Туристический сезон как раз уже скоро начнется, и мы ожидаем большой приток посетителей. Но сейчас очень популярно, вот особенно выходные, проводить. Пойдем под ручку, пойти, посмотреть музей. Я знаю, некоторые музеи переходят на литний режим работы, работают дольше, чем, скажем, в осенне-зимний период. Планируете ли вы в период летних отпусков работать дольше? Да, у нас классическая такая история, и мы уже работаем до 6 часов. С 10 утра до 6 часов. Вот мы знаем, что довольно часто в музеях проходят такие вот фестивали под названием «Ночь в музее», да? Насколько я понимаю. Будет ли проходить подобное мероприятие в вашем музее? Ну вот «Ночь в музее» обычно проходит к Международному дню музея, к этому празднованию. Ну вот вчера мы отметили это, но ночи как таковой мы не отмечали. Мы решили, да, мы решили, что мы не будем в этот раз вампирами и будем улыбаться и радоваться солнышку и дневному настроению. Как прошло? Количество посетителей увеличилось в этот день? Ну, во-первых, у нас был бесплатный вход, это тоже общемировая практика. Да, ну, многих это заинтересовало. Хотя у нас входный билет совсем небольшой в музей, но проходя мимо и увидев «Ох, Международный день в музее, бесплатный вход». Почему бы не зайти? Какие еще есть планы на лето? Возможно, вы нам приоткроете небольшие секреты и планируются ли еще какие-нибудь выставки, что интересного? Ну, на лето мы планируем постоянное обновление наших периодических выставок. Например, собственно, 29 числа под закрытие весеннего сезона мы открываем большую выставку Одесского художественного училища имени Грекова. Им в этом году исполняется 150 лет. И площадка Музея Западного Восточного Искусства является основной выставочной точкой. Сколько будет проходить эта выставка? Выставка будет проходить три недели. Три недели, и одесситы смогут полюбоваться и насладиться дипломами разных лет, разных десятилетий. Живописного отделения, оформительских, там есть очень большие масштабные работы. И на самом деле удивительно то, что дети на выпуске могут создавать такие шедевры. То есть представлена работа не только выпускников этого года, да? Да, да. Это за многие десятилетия. За многие десятилетия будут представлены работы. Есть ли в Одессе уже какие-то, скажем так, негласные звезды, загорающиеся, которые в скором времени будут радовать нас своими произведениями? Есть ли таковые? Вы имеете в виду художников? Художники, да, да, да. У Одессы вообще очень большой потенциал, но здесь немаловажный фактор – кураторство. Талантливых ребят, молодых, хороших, желающих, активных, очень много. Но здесь очень важен кураторский фактор, который помогает правильно продвинуться и правильно преподнести для публики и для потребителя. И как обстоят дела у нас с кураторским фактором? Весьма неплохо, вы знаете. На арену несколько лет назад вышел очень достойнейший, на мой взгляд, человек Рома Громов, который работает в Музее современного искусства. Он делает классные, хорошие, интересные проекты, которые привлекают много молодежи и взгляды уже состоявшихся художников, состоявшихся коллекционеров. А вот планирует ли ваш музей сотрудничать с другими музеями? Возможно, какие-то такие совместные ивенты, мероприятия будут ли проводиться в вашем музее при поддержке, допустим, наших одесских, либо, возможно, даже европейских музеев? Европейских, да. Очень, мы очень этого ждем. У нас много это в планах. Особенно, что касается одесских музеев, это художественный музей, который находится на Сапиевской. Буквально несколько дней назад у них закончилась выставка, посвященная польскому художнику, куда ездили наши две работы из нашей коллекции. Ну, вообще, художественный музей – это как наш отец. Вот отец нашего музея, и вот у нас такие родственные чувства до сих пор остались, и вот мы хотим делать совместные проекты. Также не обходим стороной музей современного искусства. А вообще, бывает ли между музеями какое-то соперничество, конкуренция, или наоборот, это такое взаимодействие и сотрудничество? Боже, сохраняй, конечно, мы же все одна семья большая, и у нас в Одессе не так много музеев, и мы, в принципе, не пересекаемся по каким-то интересам, у нас очень разные, разноплановые коллекции, разноплановые экскурсии, которые расширяют кругозор одесситов максимально. Появились ли в последнее время какие-то новые работы в вашем музее, такие необычные, которые стоит прийти посмотреть? Вы имеете в виду в самой коллекции? Да, да. Вы постоянно об этом узнаете на каждом эфире. Я переживаю просто. Вы переживаете за коллекцию, принадлежащую Одессе. Вы понимаете, закупки в коллекции происходят реже, намного чаще. Мы получаем в дар от самих художников, которые выставлялись у нас, и вот они хотят внести вклад в культуру Украины. У нас есть отдельный такой вот графам, в котором хранится произведение украинских художников. Да, нам дарят, мы планируем даже сделать в ближайшее время вот эту же выставку. Давайте еще раз, наверное, напомним нашим телезрителям о предстоящем мероприятии, которое вот состоится, скажем, 8 июня, да? Давайте еще раз его анонсируем, чтобы наши телезрители многоуважаемые могли данное мероприятие посетить. 8 числа у нас открывается большая выставка, большая персональная выставка Александра Ройтбурда, известного художника, куратора в Одесском музее западного и восточного искусства. Плюс будет творческая встреча с Ройтбурдом и режиссером Троицким. И хотелось бы еще приоткрыть небольшую завесу тайны, что мы начали реставрацию в отделе Востока. Несколько лет, 4 года, отдел Востока был в нерабочем состоянии, вся коллекция хранилась в фондах. И вот мы уже начали работы по восстановлению, и уже буквально через несколько недель мы откроем двери для всех посетителей. И вот уже к туристическому сезону мы будем настоящим музеем западного и восточного искусства, наконец-то. Ну что ж, уважаемые наши телезрители, напомню, у нас в гостях была Екатерина Михейцева, заместитель директора Одесского музея западного и восточного искусства. Вот так мы сразу вас подняли в рамки, потому что не уточнили эту информацию, с чем мы, собственно говоря, и поздравляем. Во-первых, ваше настроение, ваш позитив, ваша улыбка, я думаю, что подарила нашим телезрителям оптимизм. Я думаю, что после вашего визита обязательно наши уважаемые телезрители посетят эти вот замечательные мероприятия. Спасибо вам большое за визит. Спасибо вам большое. Ну что ж, а у нас остается совсем немного времени. Говорили мы сегодня о домашних питомцах, о том, как же их стоит подбирать. Но, наверное, здесь нет за и против, здесь все аргументы говорят за. Единственное, что нужно взвесить свой темперамент, какое у вас жилье, насколько у вас хватит времени ухаживать за тем или иным животным, ну и, собственно, обзавестись обязательно каким-нибудь милым попугайчиком, хомячком или даже кабанчиком. Ну, а если вы обзавелись домашним питомцем, но не знаете, какой программой обзавестись и что посмотреть интересного, смотрите нас каждое утро с 7 до 9, утро на 7, по будням, с понедельника по пятницу. Ну, а сейчас мы вынуждены с вами прощаться. Для вас работала Ольга Ермоленко и Богдан Швец. Хорошего дня. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»